Ну вот, друзья, да, сегодня 3 октября 2018 года, и это Анапа. Сегодня очередное мероприятие, которое я посетил, это презентация книги. Это были книги о Первой мировой войне, о том, как бок о бок с армянскими дружинами, казаки кубанские и забайкальские в том числе, били турок и курдов. Это центр армянской культуры, я здесь впервые, но было очень интересно, конечно. Выступал автор книги, он много рассказывал, и о том, как издавалась книга, и какие-то исторические факты приводил. В отряде Чернозубова персам платили, платили за зерно, за кураж и так далее. А в основном это бесконница полуголодная, состояние казаков и лошадей. Вот это было самым, ну, таким тяжелым и трагическим, нежели само участие самих казаков, которые, ну, беззаветно служили Отечеству и не жалели для этого своей жизни. Точно так же, как генерал Чернозубов говорил, что армяне, армянам было, что сказать, туркам на поле боя. Они трогали ожесточение, остервенирование, и они никогда не брали плен туров. Точно так же, как и турок и курдов, как и те, и другие, не брали плен армян. То есть, заканчивали жизнь на месте. Но это можно, можно это понять, потому что когда, и сегодня, иногда говорят, мы дружили бы с вами, вот и те же у нас и курды, которые как-то притаились, были вместе с турками, воевали вместе. Я им напоминал, все время, будучи ахаманом, ну, в те времена были немножко по-другому. Я приглашал 5-6 казачьих в обществ, окружали станицу, где курды, и всех непрописанных ловили в автобус. И в милицию их это бац, туда раздавали, и все. Я очень, я был с вами, и остаюсь очень хорошим человеком. Но они должны, должны были по идее извиниться. Никто это по-настоящему перед армянским народом не извинился. Ну, и, естественно, те тяжелые... Так что, было интересно. Руководитель армянской диаспоры поблагодарил его за эту книгу. Это работа, огромная работа. Ну, и вы, человек, все равно неоргинарный, на местном сидите. У вас есть какие-то планы? Факт такой, что издана она была именно на... При меценатской помощи тоже представителя армянской диаспоры. Вот. Ну, и я, конечно, тоже сказал свое слово. Не знаю, как это получилось. Я вообще не любитель громких речей. Да и негромких тоже. Но, тем не менее, я тоже взял слово и сказал. Тем более, у меня тоже есть интересная историческая связь именно с Кубанью, с кубанским войском. Да и с той трагедией, которую пережили армяне в 1915 году. Ну, я, во-первых, поздравляю Михаила Сергеевича и всех нас с выходом этой замечательной книги. И вот, что я бы хотел сказать. Я вообще вот в составе кубанского войска только четыре года. Приехал я сюда из Забайкалья. До этого состоялось, естественно, в Забайкальском казачьем войске. И вот, что удивительно, ведь на Кавказском фронте воевали бок о бок и с кубанскими казаками, и с армянскими дружинами, и Забайкальские казаки. Вот. И я не так давно узнал, что, оказывается, мой дед, Иларион Михайлович Пулполкиных, как раз сражался на Кавказском фронте в составе четвертой Забайкальской батареи. Вот. И более того, он как раз был в тех местах, вот связанных с резнёй, вот этой вот турецкой резнёй. Да. Вот. И заслужил там две георгиевских награды. Вот. Как раз вот 15-й год, с мая по июль, вот у него первая награда была 15-го мая, и 7-го июля он получил вторую свою награду. Поэтому я скажу, что в Забайкале тоже чтут память вот тех лет. И в 15-м году, а в Забайкале армянская община тоже очень такая большая, вот, и в 15-м году на территории Кафедрального Казанского собора в Чите был установлен в память об вот этих вот событиях столетней давности памятник в виде креста Хачкара. Вот. И так что... Да, да, да. Что касается участия забайкальцев, вот, все, да, материалы, это уже должен ваш историк там, копошиться, и военно-исторический архив искать, и вот там. Да, у нас в Забайкале тоже ведётся работа по поиску, значит, вот, участников, награждённых георгиевскими медалями, крестами. Выпущено на сегодняшний день уже 4 тома, но они, правда, поменьше. Вот. Сейчас готовится 5-й том, вот, участие, значит, забайкальского казачьего войска в гражданской войне. До этого были выпущены, значит, китайский поход, русско-японская война и, вот, Великая война, которую вот мы знаем как Первая мировая. Ну, тем более, если в крови у тебя дрожжи есть, так вот, как казачьи. Ну, у казаков дрожжи всегда есть. Давайте вот этот дух, вот, чтобы не было противостояния, как как-то. А триумфальная арка – это символ, ну, всегда на Руси или часовню ставили, или триумфальную арку в честь победы. Это знаменует как раз столетие этого подвига казаков-даманцев и армянских топоровольных дружин. Это надо чтить. Жене, подчеркнем, это слово даже без оскорбления. Пожелать вам здоровья. Еще масло открытое, чтобы оно дошло до людей, чтобы узнали молодежь эту историю. Ну, здоровья, здоровья, здоровья. Спасибо вам. Спасибо. Ну, вот, друзья, и все. В Анапе сегодня прекрасная погода, тепло, светло, воздух прекрасный и свежий. Настроение после встречи хорошее. Познакомимся с интересными людьми. Когда я потом вышел из Центра армянской культуры, ко мне подошли несколько человек, сказали, а я вот служил в Нерчинске. Другой говорит, а я работал в Чите, в Антипихе. У меня там цех был по производству каких-то полиэтиленовых пакетов. В общем, пообщались, поговорили, что связи наши заложенные, так скажем, исторически крепкие. И дай Бог, чтобы мы жили и дальше в мире и согласия, чего и вам желаю. Всего вам доброго, друзья. Подписывайтесь на мой канал. Оцените это видео. И всего вам доброго. До следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok